Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. И многие другие вопросы, но в культурной плоскости. Наш гость, руководитель Центра современного искусства «Марс», вице-президент Творческого союза художников России Игорь Михайлович Грязнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Михайлович, как вы поживаете? Расскажите. Поживаем мы хорошо, если считать. Разделить жизнь на две части. Жизнь на Марсе и вне Марса. Жизнь на Марсе, она такая более стимулирующая и захватывающая. Жизнь вне Марса становится скучна после того, как я сравниваю с жизнью на Марсе. Итак, в этом году Центру современного искусства «Марс» исполняется 30 лет. Да, как ни парадоксально, но 4 июля 1988 года был зарегистрирован первый в Советском Союзе частный музей, частный центр искусства, он там назывался «Марс». Причем он назывался не Марс, он назывался «М» звездочка «Арс». То есть московское искусство. «Арс» по-латыни – это искусство. И основателем этого в то время совершенно необыкновенного, даже никто не мог ожидать, что такое будет возможно, парадоксальное, можно сказать, явление, был великий русский художник, мой близкий друг Константин Худяков. Мы тоже ждали Константина Васильевича сегодня, но он не смог по уважительной причине прийти. Да, он заболел, он передает всем привет, он очень сожалеет, что не смог прийти на такую замечательную передачу. Спасибо. Но он, повторюсь, он создал, это было его детище, и он создавал этот музей. Заслуженный художник России, друзья. Заслуженный художник России, вице-президент Академии художеств России. Просто великий человек и великий художник. Но в то время, конечно, он был еще, можно сказать, начинающим или таким, среднего возраста художником. В поиске был еще. Он был в поиске, и вокруг Марса в те годы объединились андеграунд, если, знаете, там художники с Малой Грузинской, которые были, которых разгоняли в какие-то времена. Вот они все были объединены вокруг Марса этого. И это было чисто фигуративное искусство. И отверженные художники, гонимые художники, они как-то вокруг него, он сумел вокруг себя их всех собрать, сконцентрировать. И вот на базе Марса начало расти вот это поколение новых художников. Вы, в принципе, там полгода, да, получается? Да, я как. С июля месяц. Новая метла, как говорится, метет по-новому. Что нового в Марсе нам ждать? Вот при вас уже скажите, пожалуйста, Игорь Михайлович. Ну, надо сказать, что Марс прожил, в общем-то, четыре стадии, наверное, со дня своего рождения и до сегодняшнего дня. Первая стадия, как я говорил, это было просто какое-то фигуративное искусство. Потом был период файн-арта. Потом где-то в 2014 году там начались финансовые проблемы, и пришлось Марс переориентировать. Это было для меня. Это мой товарищ был в то время председателем правления и владельцем. И перешли к мультимедийным проектам, которые, в общем-то, были очень успешны. В день посещало Марс до тысячи человек, пользовалось большим успехом, громкие имена. Потом, как водится, опять начался спад. Финансовые проблемы, технические. И когда я пришел, в общем, достаточно было тяжелое положение. Но мы долго обсуждали и с Худяковым, с Константином Васильевичем, и с моими партнерами. И мы решили, что, наверное, сегодня самое интересное для зрителя, для народа, ну и для меня в том числе, это современные технологии. Новые технологии в современном искусстве. Мы позиционировали Марс именно в этом направлении. Например, мы придем, купим билет. Что мы увидим на Марсе в ближайшие дни? Что сейчас у вас экспонируется? Значит, на сегодня у нас порядка шести проектов работает. Таких, ну я называю проектом захватывающих. Таких, просто чтобы посмотреть, это больше. А захватывающих, наверное, два, таких серьезных очень, это в технологии VR. Один из них, это сюрреализм глазами художника. То есть это, вот представьте себе, что есть общепринятый подход к искусстве, да? Ты подходишь к картине, висящей на стене, на нее смотришь. А тут ты одеваешь шлем, подключенный к компьютеру. И что происходит дальше, дорогие друзья, мы узнаем очень скоро. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас лучшие в стране сегодня руководитель Центра современного искусства «Марс», вице-президент Творческого союза художников России Игорь Михайлович Грязнов на телерадиоканале «Страна.ФМ». И если вы соберетесь пойти, может быть, с семьей или с друзьями, с любимым человеком в «Марс», то увидите там следующее. Итак, значит, что-то виртуальное мы можем там ощутить. Рассказывайте, Игорь Михайлович. Да, вот я хочу рассказать про два основных проекта в виртуальном пространстве, которые, ну, наверное, знаковые сами по себе, очень производят сильное впечатление на зрителей, и куда мы вас приглашаем. Один из них называется «Сюрреализм глазами художника». Как я уже говорил, вот если вы представите себе картину, висящую на стене, то в стандартном музее, да, то в нашем случае вы одеваете шлем, одеваете датчики на руки, на ноги и на спину, и входите внутрь этой картины, и вы в ней живёте. Эта картина какая-то известна или это... Эти картины построены на базе произведений Брегеля, Дали и ещё нескольких известных сюрреалистов. И вот вы переходите из картины в картину, и каждая картина известна, сами по себе, безусловно, и в этой картине вы живёте, вы идёте там по песку Аравийской пустыне, у Дали, да, вы переходите, там, видите чудовище Брегеля, вы видите, на вас прыгает тигр из других картин и так далее. То есть полный эффект присутствия и погружения в это всё. Вы видите своего... Если вы пришли вдвоём, вы видите своего партнёра, но вы видите его в совершенно другом изображении. Это может он оказаться тем же тигром, может он оказаться каким-то там бедуином. Слушайте, это фантастика. А записать на видео как-то это можно, вот чтобы потом прийти дома, показать, что вот, мам, где мы были там, например? Ну, записать на видео, наверное, именно ваше путешествие трудно, а общее изображение, безусловно, там сидит оператор, который отслеживает ваше движение в виртуальном пространстве. Почему? Потому что, ну, есть люди, там, страдающие, там, скажем, сердечными заболеваниями, есть люди с нарушением вестибулярного аппарата, и тут есть какая-то, ну, очень маленькая, но опасность есть, что им пока чувствуют плохо себя, поэтому оператор всегда наготове, чтобы... И хочу сказать, что вот очень важный момент, что все-таки, поскольку мы музей, и наша планка достаточно высокая в качестве, в подборе объектов нашего, что ли, музея, вот эта тонкая грань между популярными сейчас играми виртуальными, да, там, стрелялками, бродилками, где там убивают чертей, там, и нашим, где мы пытаемся зрителя поднять все-таки, а поднять вот уровень черта, которого нужно пристрелить, до уровня человека, рассматривающего изнутри и сверху, и снизу произведения великих художников, это, конечно, большая разница. И вот эту грань нужно очень тонко чувствовать и достаточно тяжело удержать, потому что, ну, не секрет, да, что многие люди, им пришел, там, за кем-то поохотился, у него драйв, а вот если ты пришел и посмотрел, тебе нужно как-то на это настроиться и постараться это понять. Но поняв и, что называется, въехав в эту тему, ты понимаешь, что это просто нечто. Скажите, а как тут делаются вообще эти картины? Что это за технология такая, как создается? Какая-то киношная технология или это? Ну, тут технология компьютерной графики, в первую очередь. Она смешивается с технологией съемки в 360 с помощью дронов там и так далее. И это делается все очень высокопрофессиональными людьми и очень, кстати, дорогостоящая продукция. Это люди, которые имеют отношение к Марсу или они просто приносят уже готовый проект, который вы просто экспонируете? Как это происходит у вас? Тут у нас, мы выбрали два направления. Сначала первое наше направление было, пока мы не очень хорошо понимали эту ситуацию, мы просто покупали, а со следующего проекта мы уже поняли, что лучше нас, наверное, сегодня никто не делает, ни в России, и даже по тем переписке, которая у нас за границей, и там. И мы решили, сейчас создали при Марсе группу разработчиков, которые просто делают, работают как бы в штате по договору с Марсами, работают на Марсе в основном. И вот наш второй проект, который называется «Я», это сделано уже нашими силами, он принадлежит Марсу. Что в этом проекте, друзья? Сколько там букв, сколько цифр там рядом с буквой «Д»? Об этом вы узнаете очень скоро. Оставайтесь в компании страны ФМ, потому что нам необходимо сейчас сделать небольшую паузу. Мы еще вернемся. Игорь Михайлович Грязнов, руководитель этого замечательного центра современного искусства, сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы уже рассказали об одном проекте, который сейчас идет, который вот можно пойти, посмотреть, почувствовать всем своим телом. Но не только он, правильно? Да, я хотел обязательно рассказать и пригласить на другой проект, который является тоже очень сильным, на мой взгляд, и на взгляд вообще всех, кто его видел, а видел его уже очень много людей. В отличие от первого проекта, который является произведением искусства, в том числе потому, что он посвящен произведениям искусства, то второй является произведением искусства в силу своего именно написания и контента. Это такой философский проект, называется он «Я». И там пытаемся, авторы пытаются осмыслить, он разработан уже Марсом, и концепция, и сценарий. И там человек погружается в период, скажем, от своего детства до какого-то уже такого серьезного взрослого возраста, и говорится о том, что человек должен уметь принимать решения и за них отвечать. И финальная картина, например, я хочу рассказать коротко, что вот представьте, вы стоите в пространстве, под ногами бездна, и на вас летит поезд по железнодорожным рельсам, и раздваиваются пути, и на одной ветке пути лежит коробка, и в ней вяжет щенок, а в другой ветке огромная пропасть. И вот на вас летит поезд, и перед вами рычаг, вы должны выбрать, принять решение, в какую сторону вы отправите этот поезд. То ли вы готовы задавить щенка, то ли вы готовы отправить поезд в обрыв. А сами на поезде едем, да? Нет, вы стоите в космосе, и на вас тут поезд летит. Просто надо выбрать. Но вы должны решить, как вы поступите в жизни. А в поезде люди, по сути. А в поезде люди. И вы должны решить, вы готовы задавить щенка, вы готовы людей сбросить в пропасть. Это тяжелое решение. Кинологи, напишите 8909-928-1899, что выбрать нам. Да, это очень сильный момент, он впечатляет. Я его смотрел уже раз 20 и до сих пор впечатляет. А кто придумал такое? Мы, Марс. Вы сами, то есть у нас есть творческая группа? У нас есть творческая группа. Ну, есть люди там, разработчики. Им вместе все придумали такое содержание. Это необычное. Эти проекты сейчас экспонируются в Марсе. До какого числа можно сходить, посмотреть, принять участие, прочувствовать? Вообще мы планировали... Ну, это известно, да, что любой проект вызывает такой повышенный интерес. Где-то 2-3 месяца, 4 это максимум. Поэтому у нас она запланирована до 31 марта. Но, честно говоря, не ожидали такого ажиотажа. И поэтому, видимо, мы будем его продлевать. Потому что специфика именно таких VR-проектов, она в том, что пропускная способность ограничена тем, что первое, нужно на человека провести с ним инструктаж, второе, на него нужно одеть этот шлем и датчики закрепить на руках и ногах. И сам этот путешествие или процесс длится 10, 12, 15 минут. То есть в среднем мы в час можем пропускать 5-6 человек на один проект. А желающих-то много больше. Поэтому просто не успеваем физически. В общем, если, дорогие друзья, вы собираетесь и думаете, что не успеете, ничего подобного. Марс продлит экспозицию, если вам будет интересно. Все правильно я говорю? Совершенно верно. Мы ее продлеваем. Но это экспозиция уже настоящего. Тем не менее, ваша творческая команда смотрит смело в будущее и креативно смотрит. Что ждать нам через какое-то время, когда эти проекты все-таки уйдут и уступят место другим? Мы сейчас разрабатываем несколько новых проектов в стандарте VR. Но они очень интересны и захватывающие, но все-таки это не все. Поэтому мы выбираем также и другие виды новых технологий в искусстве. В частности, сейчас у нас уже недавно открылась, и сейчас будет она расширяться, выставка самого Константина Худякова. На сегодня этот величайший художник он творит в стандарте 3D. И что интересно, я надеюсь, он нас слушает сегодня, что он секрет изготовления этих своих картин никому не открывает. То есть единственный есть человек, который это придумал когда-то. Это не он, это его помощник, по-моему, из Перми. И он эти картины оживляет и позволяет зрителю видеть порядка 5-6 слоев изображения в этих картинах. То есть люди идут необыкновенно с большим увлечением, поэтому мы договорились, что мы эту выставку расширим. И Худяков обещал подготовить еще там порядка 5-6-10 работ. Это достаточно трудоемкое, но необыкновенное впечатление. В следующем мы готовим проект с Ольгой Табрилуц, знаменитая и великая художница из Питера. Тоже она работает в современных технологиях. Это вот то же самое 3D, как у Константина Васильевича или что-то еще? У нее немного другая технология, она тоже необычная. Она на линзах печатает свои работы. Размер линз какой? Размер линз, может, там метр на 50. А почему именно на линзах? Чтобы объем был или что? Там не столько объем важен, сколько эта картина. Вот если помните, раньше, много-много лет назад были такие подмигивающие там переливашки, да? Да-да-да, календарики вроде, да-да-да. Вот что-то похожий принцип, только несозмеримо, как бы сказать. То есть объемные здесь уже, да? Они объемные, они следят за вами, двигаются и так далее. Это очень необычно. Когда, друзья, все это великолепие появится в Центре современного искусства Марс, мы об этом расскажем чуть позже. Не переключайтесь, оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Еще какое лучшее, друзья, руководитель Центра современного искусства Марс Игорь Михайлович Грязнов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорили о тех проектах, которые сейчас актуальны на Марсе, и о тех проектах, которые скоро будут экспонироваться. Но когда именно, давайте-ка узнаем о нашего гостя. Итак, что, когда новиночки появятся? Я хочу только перед этим сказать еще, у нас идет еще один проект, тоже очень необычный. Вообще с Марсом, по крайней мере, мы стараемся позиционировать Марс как что-то, где все делается впервые. Так вот, этот проект, он называется «Эра джедай». Это выставка очень известного японского скульптора, который по-японски не произнесешь, но по-русски он, у него псевдоним «Голова лопаты». И это выставка фигур, каждый из которых состоит от 5 до 17 тысяч деталей. Совершенно разного назначения, это насекомые, жители других планет, и совершенно необыкновенные впечатления они производят. И очень интересно, что на этой выставке гостей встречает огромный робот, он порядка 3 метров высотой, модель R-1. Он достаточно известный в Москве, иногда он выступает на каких-то там мероприятиях. Он двигается, ходит, он проводит экскурсии по этой выставке, и впечатление он производит очень сильное. И сейчас мы так, поскольку действительно это очень необычное такое впечатление, впервые в музее, как элемент музейного экспоната, то он у нас будет встречать гостей, провожать их и так далее. До какого числа у него виза здесь в России? Виза у него где-то до 1 апреля, но учитывая, какая большая активность и интерес к этой выставке, то, скорее всего, будет тоже продлеваться. И это, в общем-то, для нас уже становится проблемой, поскольку мы сейчас переходим к новым планам. У нас много планов, и мы, получается, эти планы не успеваем реализовывать, поскольку... Ну, сдвигается, потому что... Они все сдвигаются. И если мы все-таки говорим о планах, то, наверное, ближайший план у нас 3 марта будет, тоже первая в истории и России, и, наверное, Запада, VR Battle. То есть, как это будет выглядеть, это будут два художника, имена я сейчас не хочу раскрывать, причем художник их известных. Они одевают на себя, или на них одевают такие виртуальные шлемы, руки им дают виртуальную кисть, и они начинают рисовать. Каждый рисует свое. На мониторы выводится то, что они рисуют. Они, то есть, они в воздухе... Они в воздухе рисуют виртуальной кистью, но, получается, они в шлеме своем через виртуальные преобразователи видят то, что они рисуют. А зрители это будут видеть на мониторах. Сразу, в режиме реального времени. В режиме реального времени. Будет сидеть жюри, и оно будет оценивать победителя. А краску как? То есть, они куда-то макают в виртуальную баночку, кисточку, меняют цвет? Как это все устроено? Идеологически так. Фактически, это просто нажатие соседней кнопки, меняется цвет. То есть, там, один раз нажал, один цвет два раза, второй цвет, третий и так далее. Они меняют цвета. Это картины, скажем так, на плоскости? Это не 3D какие-то картины? Это картины в пространстве. Для того, кто это рисует, это он рисует в 3D, в объеме. Фактически, он создает что-то. Создает объемное изображение, да. Фантастика. Зрители это, понятно, будут видеть не так объемно. Но все равно на мониторе будет видно, как примерное расположение, объемность будет видно. Для каждого из художников свой монитор. И жюри будет, а жюри будет тоже такое достаточно уважаемое. Там, ну, будет Худяков, там, будут из Строгановки, известные художники и преподаватели. И, значит, они должны будут объединить победителей. Такого не было еще ни разу. Как долго будет продолжаться баттл? И можно ли молодым, например, художникам, которые сейчас смотрят, слушают Страну ФМ, подать заявку на участие? Как это все осуществляется? Продолжаться будет, наверное, ну, не знаю, час-полтора-два. Ну, вообще, по времени. А подать и можно, и нужно. На самом деле, мы уже заняты рассылкой приглашений. А, вот. Но, может быть, те, кого не охватили, то будем только рады, если эти заявки будут поданы. Подавать их надо просто на имя Марса. Там, если открыть сайт Марса, то там отдел пиары, там видно, к кому обращаться. Будем только рады. Это действительно необычно, я повторюсь. В России такого не было никогда. На Западе слабые попытки были, но в режиме баттл, который сегодня, на самом деле, известно, что баттл сегодня это очень популярный и необычный формат. Но причем у вас такой культурный баттл, они не выражаются ни цензурной лексикой, они просто что-то создают. В отличие от рэпа. От рэп баттла, да, 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 нет. От рэп баттла отличаются культурой. От баттлов сейчас популярный формат баттл. Даже в Линкоме был баттл тоже, тоже культурный баттл. Сейчас часто это бывает. Но вот такого, то, что мы предлагаем, это впервые. Удачи. Ну и потом, скорее всего, эти картины можно будет у вас посмотреть. В Марсе будет какая-нибудь выставка этих работ победителей, участников. Ну, как-то они будут, наверное, должны будут фиксироваться, но опять их не напечатаешь так на бумаге, да. То есть их в мультимедийном режиме, наверное, их можно будет смотреть. На мониторию, может быть, в области. На мониторию их смотреть можно, да. Но они будут на сайтах размещены везде. То есть это интересная вещь. Да, надо сказать, что все, что у нас есть там, наш VR, его купить нельзя, да. Например, работы Худякова их, в принципе, можно купить. Также статуи японские, их тоже можно купить. Они распечатаны как-то, в каком виде можно купить работы Худякова, например? Работа Худякова, то, что у нас сейчас, это пятислойная панель, светящаяся в объеме. То есть ты подходишь, загорается панель, и там вообще, на самом деле, она очень хитро задумана. А на внешне это простое зеркало. Такое где-то, ну, 90 на 90, ты подходишь, на тебя висит зеркало. И ты думаешь, ну, человек психологически хочет посмотреться в это зеркало. Ты подходишь очень близко, где-то на расстояние до 20 сантиметров, срабатывает датчик и загорается, оказывается, что это не зеркало, а внутри целый мир. И ты, я совершенно ожидаю видеть свое изображение, и даже видя его какое-то время, ты вдруг видишь, гружаешься в этот необычный, глубокий, глубинный мир совершенно необычных там... Можно управлять им, что-то двигать там. Нет, в этом проекте нет. Не тач-скрин. Это не тач-скрин, но вот именно это, да. Они тоже их продаются, их люди покупают. Это очень такая необычная... Его работы продавались на Содбис, это очень известные такие... Константин Васильевич, вам большущий привет, пожалуйста, выздоравливайте. Сделаем сейчас еще одну музыкальную паузу, после которой вернемся к нашему культурному разговору. Будьте поблизости от телерадиоканала «Страна ФМС». Хотелось бы спросить вас еще о проекте, который связан не только с искусством, но и с медициной. Расскажите, пожалуйста, вот об этом. Назвать это чисто в виде проекта искусства, наверное, трудно. Это как раз относится к тому, что, вот как я говорил, что мы пытаемся не только быть выставочным пространством, но и активно его формировать. И одно из наших новых направлений – это применение VR в реальной жизни. Мы выбрали пока... Такое практическое применение. Да, практическое применение. Из большого количества применений, которые сейчас уже известны, это там и недвижимость, и фитнесе, может быть. Но это менее интересно и, может быть, менее актуально сегодня, по крайней мере, в России. А вот применение в медицине, например, это очень интересная, важная и, я считаю, благородная задача. И мы пытаемся сейчас ее освоить и внедрить в жизнь. То есть представьте себе, например, что вот... Мы начинаем с детских клиник, потому что, представьте, что лежат там дети, больные дети, которые там, может быть, год и два не выходят из стен больницы или там не встают в постели. Вот им приносят такие виртуальные очки, и ребенок может плавать с дельфинами, кататься на слонах, сидеть за штурвалом самолета. И это производит, в общем, очень сильное впечатление для детей, которые лишены всего этого. Другая задача, которой мы тоже находимся на стадии решения, это социальная адаптация людей, лишенных возможностей выходить или даже двигаться. И мы это делаем совместно с НИИ имени Бурденко, с моим близким другом, одним из директоров Бурденко, Николаем Коноваловым. Это применение этих виртуальных очков для людей, которые лишены возможности двигаться. Например, человек, который прооперированный, или который послеоперационный период, или человек, который находится на этапе восстановления, ему также одеваются эти очки, и он имеет возможность гулять, ходить, видеть мир, опять сидеть за штурвалом самолета, нырять с аквалангами. Экскурсия по Красной площади, например. В том числе, да, это тоже драйв, но опыт показал, что люди, лишенные возможности ежедневного общения с людьми и миром, им очень интересны экстремальные такие вещи. И вот мы пытаемся это внедрить. В идеале, например, представьте, что сегодня в Москве несколько сот тысяч людей, которые просто прикованы к дому, там, кроватям, креслами и так далее. Вот если социальный работник, которого обучить, и которому дать такие очки, а это там ничего сложного нет, который их посещает так и так. То есть эти очки, смотрите, они просто на смартфон ставится какая-то программа, таким образом? Совершенно верно, да. Разработанная нами. И человек потом может уже... может просто как-то включаться, вливаться, ощущать те радости жизни, которых он лишён. Пожелаю вам успеха в этом. Это очень сильная вещь. И по западным данным, во многих случаях, это ускоряет адаптацию человека, реабилитацию человека. Это уже готово? Это на какой стадии сейчас? Это находится... Сами программы готовы. Это сейчас находится на стадии согласования с главврачами больниц и социальными службами. Потому что наше законодательство, например, не позволяет... Если это не является медицинским препаратом и лекарством, то согласование не нужно на врач, главврач не имеет права потратить больше 100 тысяч рублей на приобретение. А если это является медицинским, то нужно пройти согласование, и годы уходят на получение разрешения. Я желаю вам терпения в этом вопросе, и чтобы всё получилось. Фестиваль «Новые технологии в искусстве». Что нам от него ждать, когда он появится? Да. Вот как я говорил, мы Марс стараемся, чтобы он был первым везде, где можно в этой области. Поэтому мы запланировали на осень первый международный фестиваль новых технологий в современном искусстве. Мы приглашаем туда западных художников, российских художников. То есть мы ожидаем там всего необычного. Это должен быть не только чистый VR. Например, одно из направлений там будет фэшн-арт дизайн. То есть новые технологии, например, в фэшне, в моде. Представьте себе… А какие там могут быть новые технологии? Представьте себе, вы выходите, или там ваша девушка или жена выходит в платье, и вы находитесь там за тысячу километров, и вы посылаете смс, к ней на платье бежит бегущая строка, например, что «я тебя люблю» или «встречаемся завтра». Это какой-то 3D-мэппинг, что ли? Ну, это не столько 3D-мэппинг, это скорее интерактивное общение с этим. Как же это может, например, на сумочке, может, бегущая строка на сумочке может быть. Классно. Может быть, там, пояс женский. Тысяча вариантов. Ну, их не так много, потому что это направление зарождается. Или просто разноцветное платье, которое меняет окраску, цвет. Например, выступающая на сцене актриса, у нее платье все время меняет, переливается. Девушка нажала кнопочку на телефоне, и платье стало зеленым из красного. Совершенно верно, да. Хорошо, мы будем следить за этим. Скоро, не только у нас, 23 февраля, с наступающим вас поздравляю праздником. Спасибо вас тоже. Ну и 8 марта. Не поверю, что Марс останется в стороне от этого праздника. Что ждать нам? Мы просто при всем желании остаться в стороне не можем. Конечно. И на 8 марта у нас запланировано тоже, я повторюсь, мы стараемся быть первыми во многих вопросах, и у нас запланирован необычный концерт. Он будет исполняться джазовым ансамблем в сопровождении арфы. Такого еще никогда и нигде не было. Товчина. Это необычное совершенно явление. Мы ожидаем от этого, ну, в общем, достаточно такого фурора, и надеемся, что все наши гости, и женщины, и мужчины, всем это понравится. Потому что это действительно впервые и очень необычно. Также мы ждем концерт, готовим концерт на 12 апреля, на День космонавтики. Это концерт будет в исполнении 17 инструментов. Название концерта будет «Статасфера». И тоже это очень необычная и такая очень притягивающая композиция. Тоже приглашаем вас всех на эти мероприятия. Вы на сайте все разместите, и мы обязательно придем. На сайте все это есть, и мы всех ждем в гости. Что касается молодых художников вообще, насколько они интересуются современным искусством? Или все сразу идут в дизайнеры и работают где-то там в промышленности? Как вот в этом вопросе? Расскажите, пожалуйста. Надо сказать, что вообще профессия художника, она благородная, но неблагодарная, я бы так сказал. Художнику пробиться очень трудно. И надо что-то есть и семью кормить. Да, надо что-то есть, кормить семью. Продаться очень тяжело, именно продать свои работы. И люди, которые идут, они вызывают глубочайшее уважение, потому что это правда очень трудно. Но с другой стороны, как писал еще Даниил Гранин, трудности обостряют ум ученого. И это заставляет молодежь двигаться в новых направлениях. Все ищут что-то новое, и действительно новое. И они это находят, вот что интересно. И поэтому этих художников, которые приходят с этими новыми идеями, новыми концепциями, новыми решениями, новыми технологиями, мы всячески стараемся к себе привлечь. Для этого мы у себя создали такой арт-клуб. Клуб у нас называется Art Technology. На самом деле это в чем-то клуб с функциями каворкинга. Но каворкинг это место, где люди... Вместе работают разные люди. Да, встречаются разные люди, работают. Он полностью оборудован. Там рабочие места позволяют одновременно до 30-40 человек работать. И мы хотим, чтобы все... Приглашаем молодых художников, которые работают в этих новых технологиях, в новых областях. Мы им подбираем финансирование, мы им подбираем спонсоров, если надо, потому что мы работаем вместе с несколькими банками. В силу моей профессии я много работал с банками. И пытаемся как-то поддерживать этих начинающих людей. Раньше, вот, например, тогда еще, когда Константин Васильевич был, вот, начинал, можно было приехать и где-то жить даже, в какой-то студии такой вот. Сейчас есть такое где-то у вас? Ну, такого у нас нету. По той причине, что Марс у нас, собственника Марса является московым имуществом. И там есть куча регламентов. Но зато коворкинг, это возможно. Коворкинг, он возможно, он очень крутой, сильный. В нем находится очень необыкновенное кафе с авторской кухней. Это тоже важно. Оно необычное. Действительно, необычное. Нет, умеренно. Я вам желаю успеха, чтобы Марс развивался, Марс расцветал. И там было как можно больше гостей, людей, которые интересуются искусством. Большое спасибо. Друзья, приходите, и вы станете гораздо выше, чем были до посещения Марса. Игорь Михайлович Грязнов был на телерадиоканале Страна.ФМ. До новых встреч. Удачи. Пока.